Деревня Куя отметила свой юбилей – 445 лет со дня основания. На юбилей в старинную северную деревню приехали гости из окружного центра и артисты художественной самодеятельности. О том, как все прошло, в материале моей коллеги Натальи Кисляковой. Николай Поздеев родился и вырос в деревне Куя. После службы в армии вернулся в родные края и остался работать на электростанции. В детстве я рос всегда любопытным мальчикам. И они постоянно рассказывали, как жили раньше старики, как жили люди во время войны, как работали. Вот я и решил, пока собирал сведения, что-то записывал, что-то в уме сохранилось. Так и решил, вот, остановился стол. Начинал с 15-го года собирать списки. Пока строили часовню, времени не было. Но в 18-м году часовню построили, тогда и уже занялся столой. Николай Поздеев совместно с администрацией Приморско-Куйского сельсовета и жителями деревни Куя собрали денежные средства на изготовление и установку стелы «Труженикам тыла», овавшим вместе с фронтовиками по обеду в Великой Отечественной войне. Сегодня будет открыта стела, памятная стела «Труженикам тыла». Что особенно важно, что это инициатива самих жителей деревни Куя. Инициатора Николая Алексеевича Поздеев. Это их идея, это их мысли, это их работа по сбору информации о людях, которые трудились. Сбор денег – это все огромная, кропотливая работа. Мы со своей стороны тоже поддерживали это начинание. Ну и вот результат у нас сегодня, мы сегодня увидим. Я хочу сказать, что лозунг «Никто не забыт» и «Ничто не забыто» – он очень правильный. Ведь это наша история, а историю забывать нельзя. И пока мы будем помнить людей, историю, будет жить наша страна, будет жить наш округ. Торжественное открытие и возложение цветов приурочили к юбилею деревни. История деревни Куя начинается с далекого 1574 года. Тогда это было рыбацкое поселение с морской пристанью. Сегодня в Куе насчитывается более 80 человек населения. Есть начальная школа, детский сад, ФАП и электростанция. Юбилей Куя – это наш общий праздник. И сердце каждого в этот знаменательный день наполнено неподдельной радостью и гордостью. Куя – это родина многих замечательных людей, которые год за годом прославляют свою деревню, наш северный край. Здесь живут трудолюбивые, гостеприимные, уверенные в своих силах и верящие в прекрасное будущее люди. Поэтому каждый раз мы искренне радуемся приезда сюда. Пусть растет и развивается Куя, пусть на ее улицах всегда звучит детский смех, а встречи близких и друзей будут наполнены теплом и радостью. С юбилеем, дорогие друзья! В честь юбилея из деревни за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие Нининского округа, заслуженным жителям, а также активу клуба земляков деревни Никицы были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. С поздравлениями выступили представители власти. Уважаемые жители деревни Куя, поздравим вас с 445-летием с образованием деревни. На карте России Куя – крошечная точка и сотен тысяч населенных пунктов. Но для многих жителей Нининского округа это дорогой сердце уголок. Для кого-то Куя – моя малая родина, для кого-то место, где отдыхала к лету у бабушки или приезжал в гости к родным и друзьям. Она стала неотъемлемой частью региона. В ее летопись вобрала историю людей десятков поколений национальностей, традиций жизненного уклада коренного населения Крайнего Севера. Такими людьми, как же деревня Куя, всегда прирастала страна. Ваш вклад в освоение Заполярья неоценим. Пусть день рождения деревни станет для каждого из вас ярким и запоминающимся событием. На самом деле сегодня большой праздник, 445 деревни Куя. Каждый из нас, каждый из нас каким-то образом связан с населенным пунктом. Для кого-то это молодость, для кого-то здесь еще проживает. И хочется сказать, что сегодня еще особый праздник. Сегодня праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Это хороший, добрый праздник. И он связан непосредственно с вашим праздником. Это какое-то особое, наверное, есть на земле такое, что совпадает. И хочется пожелать, чтобы вас Господь Бог и Матерь Божья хранила ваш населенный пункт. В завершении вечера прошел концерт, посвященный юбилею деревни Куя. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Телеканал Север.